Благословен Господь, Бог наш, Царь Вселенной, избравший нас из среды народов и даровавший нам свою Тору. Благословен Господь, дающий Тору. Амин. Шаббат Шалон, дорогая община. Нынешняя недельная глава называется Беа-Латха. Краткое содержание ее следующее. О том, ропот и назначение 70 старейшин и история Мириам, Аарон и Маше. Что в этой недельной главе интересного? Интересного много. И я, скажем, когда готовился, подготовил одно, а по дороге, когда ехал, Бог немножко перестроил пазлы. И по всему тому, что происходило до сих пор, я увидел, что оно все идет как раз-таки в соответствии. Значит, заповедь о зажигании светильника. Значит, начинается недельная глава с таких слов. Господь сказал Маше, говоря, говори Аарону и скажи ему, когда ты будешь зажигать лампады, то на лицевую сторону светильника досветят эти семь лампад. Я нашел очень интересный комментарий к этому стиху. Я его просто зачитаю, потом попробую это кратко и в двух словах. Вот когда будешь возносить или зажигать, там вот слово использовано «Ола», как и «жертва всесожжения» называется «Ола». То есть первосвященник возносил огонь к лампадам, и там используется именно это слово. Значит, и в некоторых переводах дают слово «возносить», в некоторых – «зажигать» свечи. «Учат, что зажигать нужно, пока пламя не станет подниматься самостоятельно. Кроме того, наши мудрецы выводят отсюда, что перед минорой было возвышение, стоя на котором Коэн направлял светильники. Из этого можем сделать несколько правил в служении Всевышнему. Духовный смысл возношения свечей в том, что нам необходимо возвысить все еврейские души. Они сравниваются со свечами, как сказано «Душа человеческая – свеча Господа». Благодаря свету Торы и заповеди в душе загорается свет и огонь Бога, ведь заповедь – свеча, а Тора – свет. В этом служении важно помнить, и тут два пункта приводятся. Так же, как светильники нужно было зажигать до тех пор, пока пламя не начинало подниматься самостоятельно. Я вот тут вот поясню. Когда мы зажигаем свечу, наверняка все зажигали, вот мы спичку подносим или другую горящую свечу, есть период, когда вот этот вот фитиль, он еще не горит, потом он начинает воспламеняться, но если раньше забрать источник огня, то он может не удержать пламя и потухнуть. И поэтому свечу мы, для того, чтобы она горела, зажигаем до тех пор, пока мы видим, что фитиль разгорелся до такой степени, что уже может гореть самостоятельно. Понимаете, о чем идет речь? Вот об этом здесь вот и говорится. Вот так же, как светильники нужно было зажигать до тех пор, пока пламя не начинало подниматься самостоятельно, так же, когда мы приближаем еврея к исполнению тора и заповедей, мы не должны ограничиваться только первичным влиянием на него. Мы должны быть с ним рядом, помогать еврею и направлять его до тех пор, пока не убедимся, что он уже может самостоятельно продолжать подниматься все выше и выше в исполнении тора и заповедей. И второй пункт. «То, что перед Минорой было возвышение, на котором Коэн стоял и поправлял свечи, учит нас тому, что когда евреи возвышают душу другого еврея, это приводит к тому, что и он сам поднимается на более высокую ступень. Причем переход на этот более высокий уровень происходит сразу же при принятии решения заняться этим, даже еще перед тем, как он начинает готовиться. «Ведь и Коэн, как объясняет Раши, сначала поднимался на возвышение и только потом начинал готовить светильники». То есть, другими словами, если в нашей душе возникает желание помочь кому-то обратиться к Господу, уже само это желание, готовность его осуществить возвышает нас на определенный уровень, где есть обеспечение нас всем необходимым, чтобы это осуществить. И духовно, и материально. То есть, Бог действительно заботится о том, чтобы мы имели все необходимое для жизни и благочестия, и помогали нуждающимся людям возвыситься, приблизиться к Богу и познать Его. Значит, и еще один интересный момент. В этой же недельной главе рассказывается про Песахшени. И тут, ну, я рассказывал уже в прошлый раз, ну, когда комментировал эту же главу, о том, что Песахшени или Второй Песах – это Бог дает человеку второй шанс для того, чтобы отпраздновать пасхальный седр. Значит, то есть там в чем вообще ситуация? Когда еврейский народ выходил из Египта, был дан закон или устав празднования Песаха. Значит, и там было четко прописано, что никто нечистый не может его праздновать. Значит, ну, тогда в Египте отпраздновал весь народ, вышли. Прошел год, опять надо праздновать Песах, и возникает проблема. Оказывается, что кто-то в народе был нечист, а в соответствии с уставом, извините, не имеешь права. А вот, ну, сейчас мы четко, ясно понимаем. Мишо говорил, кто не будет есть моей плоти и пить моей крови, тот умрет. Тора точно так же говорит, что тот, кто не празднует Песах, душа-то будет истреблена. Причем, смотрите, какая интересная ситуация. Песах праздновать надо, и есть люди, которые из-за своей нечистоты не имеют возможности его отпраздновать. Потому что они понимают, если они, вопреки повелению Господа, сделают это по своей воле, они погибнут, потому что нарушат заповедь. Если они не сделают этого, они тоже погибнут. Что же им делать? Что же получается, что закон Божий, он против человека? И, соответственно, в связи с этим, люди, которые хотели приблизиться к Богу, потому что они понимали, что празднование Песаха дает возможность человеку приблизиться к Богу, они пришли к Моше и говорят, а что же нам делать? И вот возникает интересный вопрос. А разве Господь, всевидящий, всезнающий, не знал наперед, что возникнет такая ситуация? Почему Он этот вопрос не прописал в уставе о праздновании Песаха с самого начала, еще в Египте, когда давал устав? Я размышлял над этим и увидел очень интересную картину. Когда надо было праздновать Песах, и были люди нечистые, вот эти нечистые, они, как видно из Торы, разделились на две категории. Те, которые хотели, и те, которым было, в принципе, все равно. Но, понимаете, то есть то, что Господь не дал этих постановлений сразу же в Египте, помогло выявить тех людей, у которых есть желание приблизиться к Богу, даже если это противоречит уставам Божьим. И смотрите, что Господь делает. Он дает решение. Те, кто хочет, они должны были в течение месяца готовить себя, и когда проходит месяц, то есть 14 ияра, они могли совершить Песах. А те, кто в течение вот этого месяца не воспользовались шансом, Тора говорит, что если человек мог, но этого не сделал, душа-то истребится. Что же получается? Изменил ли Бог свой закон в отношении того, что нечистый не может праздновать Песах? Нет, не изменил. Но Он пошел навстречу и смягчил закон ради тех, кто действительно хочет исполнять, хочет приближаться к Богу. Понимаете? И тут я вспомнил, простите, тут я вспомнил притчу, которую Ишо рассказывал про одного человека, который должен был господину. Ну, Господин его призывает и говорит, ну что, давай посчитаемся. Тут говорит, извини, не могу, прости мне, ну, потерпи немножко, я отдам. А сумма там была такая, что реально отдать не мог. Ну, Господин говорит, ладно, я тебе прощаю этот долг. Помните эту притчу, да? Значит, и когда этот человек, которого простил Господин, вышел на улицу и встретил своего должника, который должен был ему вообще незначительную сумму, он начал с него требовать этот долг. Тут точно так же попросил милости, говорит, потерпи немножечко, я отдам. Этот человек не смягчил своего отношения к нему, как это сделали по отношению к нему, и он приказал этого человека бросить в долговую тюрьму. Чтобы вы понимали суть этой ситуации. Долговая тюрьма – это место, где человек отрабатывал свой долг. То есть он там получал минимум пропитания для того, чтобы он мог работать, соответственно, крыша над головой одежда. И все, что он зарабатывал, большую часть, он этими деньгами погашал свой долг. Так вот, смотрите, ситуация какая. Когда Господин узнал про то, как поступил человек вот этот вот богатый, он приказал его тоже бросить в тюрьму. Но в силу того, что долг его и долг того человека, которого он не простил, разный. Скажем, тот второй через три месяца, ну вот по подсчетам, через три месяца вышел на свободу. А у этого долг был такой огромный, что он, в принципе, даже за всю жизнь его отработать не мог. Поэтому Ишуа говорит – прощайте, потому что вам прощено. То есть, смотрите, Бог не отменяет своего отношения к греху, но Бог смягчает свои требования в отношении тех, кто все-таки желает приближаться к Богу. И ожидает, что и мы будем проявлять то же самое по отношению к людям, которые попадают в зону нашего влияния. И я хотел бы прочитать по поводу того, каким образом, вот, ну, если мы соединим первоначально зажигание миноры, да, возвышение на более высокий уровень, когда мы действительно хотим исполнить то, что Бог хочет исполнить. Значит, я прочитаю два места из Исаии. Исаия, 57, 14. И сказал – поднимайте, поднимайте, равняйте путь, убирайте преграды с пути народа моего. И Исаия, 62, 10. Проходите, проходите в ворота, приготовляйте путь народу, равняйте, равняйте дорогу, убирайте камни, поднимите знамя для народов. Я вам скажу, что вот то, чем мы, как община, занимаемся, то, что мы стараемся выявить в нашем городе тех людей, которые действительно хотят приблизиться к Богу, но не знают как. И мы идем к ним на встречи, мы общаемся с ними, мы молимся за них. Это то, что совершал первосвященник, зажигая лампады. И мы должны точно так же, как священник, не останавливаться на первоначальном влиянии. Как вот, ну, прошел фестиваль, и ладно, закрыли на этом тему, да, этого мало. На самом деле нужно общаться, нужно дружить с этими людьми. И я вдохновляю всех, насколько это возможно, участвуйте в этом служении, как минимум, потому что одно ваше желание и согласие уже возвышает вас на определенный уровень, где есть и возможности от Бога, и сила от Бога, и обновление всего вашего внутреннего естества от Бога, для того, чтобы вы действительно горели, и приближаясь к этим людям, чтобы вы зажигали их вот этим вот огнем Духа Святого. Давайте, может, помолимся коротко на эту тему. Отец Небесный, слава Тебе! Дорогой Господь, мы благословляем Твое Святое Имя, и мы благодарим Тебя за огонь Духа Твоего Святого, который Ты зажег в сердце каждого из нас. И мы просим Тебя, Боже, сделай нас способными, сделай нас действительно желающими этого служения, потому что это то, чего желаешь Ты, и мы, как дети Твои, мы хотим желать того, чего желаешь Ты, Боже. Мы желаем спасения каждого еврея и нееврея в нашем городе и во всех местах, куда бы Ты нас ни послал. Благодарим Тебя, Боже, за то, что Ты оказал нам эту привилегию быть священниками в этом городе и в этой стране. Спасибо Тебе, дорогой Отец! Амин! Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok